Объект сдан, дом готов, подрядчики вывозят мусор. Примерно такие фразы должны были услышать собственники семи сотен красноярских домов, в которых планировали капремонт. Повезло не всем, отремонтировали только две трети, некоторые сдаются по зданиям, только сейчас. Доделывать их придется в этом году, к ним же прибавятся и те многоэтажки, что планировали отреставрировать ранее. Есть ли шансы, что в новом году программа капремонта не провалится, выяснял Денис Козлов. На партизана-железняка капремонт рабочие практически закончили. Осталось только мусор вывезти. Дом старый, ему за 60. В порядок крышу и перекрытие они приводили давным-давно, не говоря о внешнем марафете. Сколько вообще капремонт не делали? Нам капремонт, наверное, больше 10 лет. Соседи жаловались. На что? На течь крыши. Потому мы все соседи согласились, чтобы сначала сделали крышу. Дому повезло. На работу зашел хорошо зарекомендовавший себя подрядчик. Крышу меняли с ноября. По словам прораба, подтоплений, также жалоб и проблем с местными жителями не было. Мы изначально этот объект взяли с нуля. Крыша была, конечно, в плачевном состоянии. Полностью провели демонтаж стропильной системы, шифера. Выполнили новый монтаж всей стропильной системы. Заменили обрешетку, кровельное покрытие, беншахты. Положили новое, уже современное утепление. Если на партизаны Железняка ситуация в общем стоит неплохо, рабочие даже опережают сроки, то в целом по городу ситуация обратная. За прошлый год сотни домов доделать не успели, и поэтому работы пришлось переносить на этот. Дальше сухие цифры. Правда, не для тех, у кого ремонт затянулся на несколько месяцев при нормативных трех. Текли недоделанные крыши, люди мерзли в собственных квартирах. У некоторых были проблемы с подачей воды. Подрядчики бросали работы, а вместе с ними и полудоделанные дома с жителями. Изначальный план по капремонту в Красноярске сделать 950 домов за 2019-й сократили до 746. Некоторые дома отказывались, другие чиновники признавали аварийными. Но даже это не помогло. Доделать 31 декабря успели только 483. Программа провалилась. Объективно мы понимаем, что в Красноярске не хватает рабочих рук. Как, в принципе, во всем крае. И что нет достаточного количества квалифицированных организаций и рабочих, кто был бы заинтересован в работах на капитальном ремонте. При этом понятно, что специалисты и люди есть. Просто они все задействованы на стройке, они задействованы на других объектах, где они имеют существенно меньшие проблемы по части взаиморасчетов с тем же самым фондом капитального ремонта. Нехватку рабочих рук решил случай. С нового года подрядчики могут нанимать заключенных, так называемых поселенцев, на работу. Чем не строители? Кроме того, появился список недобросовестных подрядчиков, с которыми были проблемы. Заказов им больше не видать. Правда, в крае таких официально всего 7 из 5 сотен. Но меры вроде как приняты, поэтому в фонде капремонта планы такие же амбициозные, как и в прошлом году. Сейчас определены предварительные планы. На следующий краткосрочный период 2020-2022 по всему краю должны отремонтировать около 2,5 тысяч домов. Из них около 900 домов должен отремонтировать Красноярск за все три года. Плюс больше двух сотен домов недоделанных. Естественно, все, что было перенесено на этот период, тоже должно быть выполнено в этот краткосрочный период. Несмотря на внушительные цифры, год начался неплохо, говорят в фонде. Сейчас ремонтируют уже сотню домов в крае. Впереди еще три года, поэтому времени понять, провел ли фонд работу над ошибками, более чем достаточно. Денис Козлов, Дмитрий Комаров, 7 канал.